Когда-то такие вязы высаживались при въезде в многочисленные деревни, располагавшиеся вдоль старого тракта Слободского уезда. Годы не пощадили населенные пункты, многих деревень уже давно нет на карте. А вот отдельно стоящие деревья по-прежнему растут, напоминая путникам об истории этих мест. Сунцовскому вязу около 300 лет. А это 14-метровая сосна, растет она на месте бывшей деревни Пашки. Местные жители рассказывают, долгие годы сосна находилась на развилке трех дорог и служила ориентиром для путников. Для нас, для местных жителей, она до сих пор служит ориентиром. Хотя у нас уже автобусное сообщение, мы практически не ходим пешком, ездим на автобусе, на машинах, у нас хорошая асфальтированная дорога. Но все равно, сюда мы ходим с ребятами на экскурсии, значит, приезжают кировские школьники. Сегодня в гости к Пашковской сосне приехали не праздные туристы, а работники Центра древесных экспертиз. Их главная задача – обследовать дерево, представляющее наш регион в федеральной программе «Деревья. Памятники живой природы». Для деревьев это дает особую охрану, более внимательные отношения со стороны жителей, со стороны властей, со стороны всех проезжающих мимо, скажем так, проходящих. Они будут обозначены на местности соответствующими табличками, и для них установлен специальный режим охраны. С собой у специалистов большой арсенал оборудования для визуального обследования и исследования ствола дерева, имеющего культурную и природно-историческую ценность. Внутри находится очень тоненькое сверло, диаметром всего лишь полтора миллиметра, длиной 50 сантиметров. Сверлить ствол дерева и выдает резистограмму. По сути дела, это график плотности, который показывает внутреннее состояние ствола. Еще одна необходимая процедура – взятие кернов. Вред, наносимый 5-миллиметровым диаметром бура, вкрученного в ствол дерева, специалисты сравнивают с комарином укусом для человека. Для быстрого заживления место забора кернах дендрологи обработают садовым варом. Вот это как раз керн, о котором я вам говорил. Видите, что на нем видны фрагменты ягодичных колец, по которым уже можно подсчитать возраст. То есть с помощью этого инструмента можно, не спиливая дерево, узнать возраст дерева. Специалисты подчеркивают, при правильном уходе за деревом эта сосна может расти еще несколько сотен лет. О состоянии дерева можно сказать, что оно хорошее. Дерево нуждается в санитарной обрезке, то есть срезать усохшие ветви, обломки скелетных ветвей, убрать зависшие сухие ветви из крови, которые представляют опасность. Плюс подлечить имеющиеся на стволе одну сухообочину и дупло. А так в целом дерево очень интересное, является местной достопримечательностью. Еще одно старовозрастное дерево находится в селе Рябово Зуевского района. Его специалисты Центра древесных экспертиз обследуют в среду. Антон Погудин, Алексей Кобелев, Новости 43.